От пациента неделю назад с утра обнаружился отек вокруг левого глаза. Травм и алкоголя не было, отек прошел почти через пару часов после подъема. На следующий день ситуация такая же, плюс, добавилось чувство давления в глазу и бинокулярное двоение при взгляде вниз левым глазом. При закрытии здорового глаза двоение проходят. Прошел обследование у офтальмолога Лора, СОП, стоматолога КТ-орбитнорма. Двоение и отек с утра потом уменьшаются. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 40 лет дата исследования 11 декабря 2022 года область исследования. Головной мозг, интракраниальные сосуды срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки правой 16 мм, левый 8 мм, третий желудочек до 6 мм, четвертый желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,29. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла супраселярная цистерна пролобирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазма 11 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 2 мм. Большая цистерна размером 29 на 30 на 39 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостомосжечковые углы свободны. Сильвии в щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Субкортикально, пара и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги, размерами до 3-4 мм, без перифокального отека, более вероятно, дисциеркуляторного характера. Расширены перевоскулярные пространства вверха воробина. Краниоспинальный переход без особенностей. Данных за наличие ОНГ и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования в левой гайморовой пазухе киста размером 13 на 8 мм. Носовая перегородка S-образно искривлена. При МР-ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D-TUF-VET, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия расположена срединно. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артерия венозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. При введении контраста очаги патологической воскулиризации и не выявлены. В левом венозном поперечном синусе визуализируется тромб диаметром 6 мм. Заключение МР-картина немногочисленных очагов глиоза головного мозга, пустого турецкого седла, расширение большой цистерны, единичного тромба в левом венозном поперечном синусе, кисты левой гайморовой пазухи, и скривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога, 11 декабря 2022 год, М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога, в целом, ничего катастрофического в голове нет. Но в левом венозном синусе есть тромб, более вероятно, что старый. Также есть признаки церебровоскулярной болезни, очаги глиоза, повышение внутричерепного давления, пустое турецкое седло, расширение большой цистерны мозга. С этим нужно к неврологу обратиться. В левой гайморовой пазухе, небольшая киста, носовая перегородка искривлена, она мешает дышать. Тут нужна консультация лор врача. Вопрос пациента, подскажите, пожалуйста, может ли что-то из найденного быть причиной описанной симптоматики? Двоение сохраняется. Ответ к МН Котова МА, только повышение внутричерепного давления. Вам нужно к офтальмологу сходить, посмотреть нет ли отека зрительного нерва. Редактор субтитров А.Семкин